Даже премьер-министр, который должен одинаково относиться ко всем краям и регионам, имеет право на любимчиков. Волжская жемчужина, город Плёс, особенно полюбилась Дмитрию Медведеву. Плесяне рассказали, какие места любит посещать по выходным бывший президент. Это дом-музей художника Левитана, в залах которого можно проследить развитие и становление русского пейзажа 19-го – начала 20-го века. По рассказам служителей музея, премьер-министр и его жена частенько любуются картинами. Недавно в музее завершена реставрация. Можно с уверенностью сказать, что теперь Плёсский музей-заповедник имеет самые современные технологии, которые существуют во всех музейных сферах – уровень Третьяковской галереи. Здесь в настоящий момент самое главное – это хорошая, удивительно хорошая жизнь для работ, для картин. Здесь постоянно поддерживается режим кондиционирования, влажности. И то, о чем мы мечтали всегда, это вот как раз сейчас уже наступило. В бывшем купеческом доме постройки конца 19-го века одновременно проходят четыре выставки. Постоянная экспозиция занимает анфиладу из пяти залов. После реставрации увидеть красоты картин могут все желающие. Возможность посещать наш музей маломобильными группами. Это инвалиды, это пенсионеры, которые не имели возможности попасть и даже на второй этаж подняться. Сейчас у нас есть лифт для подъема. И у нас даже вот действительно возможности принять этих людей даже группами. Если ранее мы их поднимали на руках на второй этаж и давали возможность полюбоваться нашими пейзажами, то сейчас, конечно, вот это уже самое современное, что есть. Еще одно интереснейшее место Плеса – музейно-выставочный комплекс «Присутственные места». Суровым взглядом на водную гладь смотрит бюст Василия Дмитриевича, основателя Плеса. Немногие знают, что князь-то не настоящий на постаменте памятник-дублер. Мраморный бюст, выполненный в 1910 году скульптором Алешиным, находится в закрытом помещении музея. Голова Василия весит больше 500 килограммов. В ходе реставрации специалисты сделали вывод о том, что возвращать памятник на улицу совершенно невозможно, потому что мрамор уже не вынесет дальнейших атмосферных воздействий на себя, и нужно его хранить в закрытом помещении. И реставраторами была сделана точная копия памятника, который теперь стоит на улице. После революции мраморного Василия красные сбросили с постамента. У князя, как у сфинкса, отвалился кончик носа. Восстановили его только в 1960 году. Несколько лет памятник покрывался копотью. В соседнем строении находилось мужское начальное училище. Целостности нового, легкого и прочного пластикового бюста дублера не грозит ни гарь, ни смена власти. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.